Хорошо, сегодня немного новостей. Из полиции не звонили? У них есть новости? Нет, не звонили. Мама, почему ты не сказала, что подозреваешь Куркута? Только он знал про деньги. Как я должна была сказать, Жанет? Как сказать? Я что должна была сказать, что попала в руки мошенников, торгующих органами? А Куркут меня от них спас, и тогда он увидел у меня деньги. Какие мошенники? Пока ты лежал в больнице, маме столько пришлось пережить. Давайте закончим этот разговор, хорошо? Нет, расскажи мне всё, мама. Да, Куркут спас меня от них. Рядом с ним был этот Элмаз. Но я не могу сказать об этом полиции. Хорошо, я ничего не скажу про Куркута. Но Элмаз, он же преступник. Он же не выходит из тюрем. За ним всё время следит полиция. Ты спаслась от одной смерти. А что будет, если полиция докопается до истины и возбудит дело? Почему ты скрываешь это? Может, это они украли деньги? Откуда ты знаешь? Я не могу рассказать об Элмазе. Если я расскажу о нём, то и Куркут арестуют тоже. Приятного аппетита. Это неправильно, мама. Когда-нибудь ты пожалеешь, что защищаешь этих мерзавцев. Говорите, принцесса, слушаю вас. Хочу кое-что спросить у тебя. Только обещай, что ответишь честно. Хорошо, обещаю. Вы забрали деньги у моей матери? Я про деньги, которые вы с Куркутом принесли. Да нет, я не брал их. С чего ты это взяла? Дома, говорят об Элмазе. Это, наверное, слова слабака Толги. Пусть говорит. Для меня главное, что ты волнуешься за меня. Пусть хоть к смертной казни приговорят меня. Мне всё равно. Главное, что ты переживаешь. Что случилось? Почему ты вдруг замолчала? Ничего не можешь сказать и не сможешь. Подонок. Ладно. Приму твои слова за комплимент. Приму твои слова за комплимент.